Это мероприятие посвящено тем событиям, которые происходят в Украине, во-первых. А во-вторых, это посвящено вообще Украине, чтобы она была известна в мире, потому что голос Украины вообще не слышно нигде. Норвегия, как страна, которая никогда не переживала никакой войны в своей жизни, она не знает, что это такое, и она совершенно не понимает, какие события происходят в Украине. И здесь очень много российской пропаганды, которая все по-своему трактует, и совершенно нет ни одного голоса Украины. Есть голоса, которые доходят, но они пропорошенковские. Например, вы знаете, что приезжает сюда Лещенко и Найон, они уже приезжают сюда не первый раз. И хотелось бы, конечно, какую-то альтернативу этим голосам составить. Я не знаю, кто они там у вас говорят, и тот, и другой. И тот, и другой. Мы понимаем, что это лица, без всякого сомнения, управляемые олигархатом. Да? Я знаю одного. Я с ним, кстати, несколько раз был на каких-то дебатах этого наема. И у меня вопрос один. А на каком языке этот наем общается? Они прекрасно говорят по-английски оба. Да? Да. Ну, насчет «прекрасно» я позволю себе. Ну, что-то говорит, да. Какие ездят, Света? Допустим, там «Наем» и «Лещенко» с этой... А что, они по исторической тематике ездят? Я не знаю, по какой они тематике ездят. Я их не приглашаю. Я думаю, что они выступают про все подряд. Да, я думаю, что они про все подряд в Норвегию съездят, там, повеселиться. Пару-тройку дней. Понятно, да. Но об Украине, ну, конечно, мы у них не выиграем. Понимаете, вот мне мои американцы звонят из Германии, например, они говорят, что русские абсолютно выиграли войну за Украину в Берлине, например. То есть 90% немцев поддерживают Россию в этом смысле. Они не войну поддерживают, но они считают, что, наверное, Россия права. Это и бывшая территория, и колония. И вот пусть они там решают. Но я с этим не согласна. Это вообще бред сливой кобылы. Ну, согласен. Никто ничего не выиграл. И пока ты... У тебя есть какие-то аргументы, пока ты сопротивляешься, то война не выиграна. То есть, точнее, не проиграна или не выиграна кем-то. Но что еще хотела спросить, Андрей, я так и не поняла, чем вы зарабатываете на жизнь. Можно ли вам такое вопрос? Я руковожу одним из самых больших частных госпиталей в Украине. Это частный... Это Евролаб. Вы можете откупить его. Да, Евролаб. Но я так поняла, что Евролаб – это благотворительный фонд. Нет, это у меня благотворительный фонд. Потому что я уже как бы в таком пенсионном... Не то что в возрасте, но в сознании. Света, вы должны понимать, что здесь перспективы очень мрачные. Они, в лучшем случае, закончатся сменой режима. Я имею в виду... Под словом «режим» я имею в виду наших сегодняшних правительителей. Бескробовные. В лучшем случае, они закончатся кровавой сменой. Но то, что это должно закончиться, у меня не вызывает сомнений. И я вот, например, для себя поставил примерно апрель, конец марта как время волнений возможных. Потому что сегодня уже доллар вырос до 24 гривен. То есть мы стали в 3 раза на 5 дней за один год. Все, я имею в виду. Ваши родители, которые здесь живут, родственники. И никакой перспективы с руководителем Компрадором Порошенко и со всей его этой кликой, которая ворует точно так, как воровали Донецкие. Это же одна шаг-колейка. Никакой перспективы я не вижу. Я реально думаю, что через месяц здесь могут быть... Все от женщин зависит. Если женщины начнут говорить, что нам нечего есть дома, а мужчины не выйдут на улицу. То есть они сидят дома, пока никто их не выгоняет? А у нас мужчины всегда сидят дома, пока баба им не скажет, что вы себе думаете, пора. Я думаю, что режим этот упадет. Причем я думаю, что в отличие от Януковича Порошенко не успеет убежать. Я думаю, что мы с вами узнаем о том, что были какие-то ужасные договоренности по этому Донбассу с олигархами Донбасса насчет развязывания там войны и, так сказать, представления Донбасса в качестве территории, которая хочет отсоединиться, якобы. Но в первую очередь, это Порошенко и его люди, потому что вы понимаете, они исключили почти 6 миллионов голосов, которые, я не понимаю, были бы против Порошенко, и он бы не имел такой возможности. Я не знаю вообще, интересно ли Украина нашим норвезским друзьям. Так вот, у меня абсолютная уверенность, что через месяц здесь начнутся катаклизмы. И я не думаю, что вот мы будем так с вами спокойно беседовать. Вот вы уверены, ладно, сейчас будет очень нарастать, 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 нарастать ситуация, потому что Путин явно выиграл, к сожалению, для нас пропагандистскую войну. Европа отвернулась от Украины, Америка отвернулась от Украины, на самое главное, что Порошенко этот идиот компрометировал Украину, нашу с вами землю. Я не знаю, вы где родились, в каком... Я в Украине родилась. Нет, я имею в виду, в какой части. Там, где война. А, вот, видите, да. Так вот, тогда найдут родственников, что та часть называет украинскую армию, говорят они, и нашей повстанцем. Понимаете, я из той части тоже частично мой дед был тоже министром угольной промышленности, вот, и т.д. и т.п. И, ну, я не хочу сказать, я на Донбассе был один раз в своей жизни, никакого отношения к нему не имею. Но, вот, ту часть мы потеряли навсегда, точнее, не мы, я Порошенко потерял навсегда, это на его совести. Вот, вы увидите, что я не хочу быть там вещей, кассандрой, гадалкой и так далее, но я уверен, что все это закончится катастрофой для режима и, к сожалению, для нас с вами. И придется потом отстраивать новую жизнь. И еще я знаю людей, просто норвезских, которые за свои личные деньги ездят в Украину и помогают, как бы, Украине в войне. Это да, я их тоже знаю, несколько человек, норвезцев, которые этим занимаются, они обычно женаты, но украинские, и девушки украинские. Это мы, это я тоже понимаю, у меня тоже было пару товарищей, я помню, Гурки был такой, какой. Понимаете, заключается в чем, например, если группа норвежцев хочет переслать сюда 10 автомобилей, их все обложат налогами, вот и все. поэтому, а сколько украинцев в Норвегии? А, но здесь очень мало, украинцев здесь 3000 всего. Не так мало, это, я думал меньше, я думал, у вас там человек 500. Нет, их 3000, но по статистике, она же учитывает только тех, которые живут постоянно, а кроме этого еще много студентов, которые приезжают и уезжают, они не в этой статистике. Ага, а наши студенты учатся, да? Здесь очень много, да, студентов, да. Это какие, это по каким специальностям? Специальности самые разные, в основном, конечно, социология и такие вот гуманитарные специальности. Которые нафиг никому не нужны, естественно. Я так и думал. Да, мы к стране нужны специалисты, и у нас будут заниматься гуманитарными специальностями. Да, это очень печально. Да, я имею в виду, опять же, вы не поймите, я не сумасшедший, я просто знаю, о чем говорю. потому что, у меня тоже есть дети, да, я их всегда занимал, у меня дочка ракетчица, например, сын химик, хотя они тоже могли быть гуманитарими, это просто никому не нужно, особенно здесь. То у нас социологи нужны в Украине, да, или юристы, может быть, еще, с норвежским образованием. Понимаете, о чем я говорю? Вот, меня Эдвард спросил сейчас, сколько, я думаю, продержится режим. Я думаю, что два месяца максимум. Я думаю, два месяца и будут большие изменения. Я не говорю, что будет там переворот, война и так далее, но будут какие-то изменения, то ли, то ли отрешение Порошенко от власти будет, то ли еще что-то, но что-то будет, потому что вы не представляете себе вот эту гнетущую атмосферу, а в городе, да, и все каждый вечер говорят о том, как мы нещаем и зачем. И мобилизация, вот эта, которую они сделали сейчас полная, и вот сейчас говорят о том, что уже несколько сот тысяч украинцев перебежало на территорию России, да, чтобы не служить. Вот это вот, мне кажется, может переполнить, переполнить, скажем так, наш запас терпения. Чтобы были в курсе. Да, я... разочарование, Светлана, вы не представляете себе какое-то, то есть вы не представляете. Потому что вам может казаться, что там украинцы собирают, что-то куда-то там отсылают. во-первых, я вам могу сказать, вот я как бизнесмен, да, я поехал, мой друг сейчас, два, мои оба товарища, они работают рядом с Порошенко. Один начальник администрации Порошенко, Ложкин, второй, Грынев, заместитель начальника, и вот вся наша тусовка, мы встречаемся, и они с гордым видом рассказывают, кто что пожертвовал. И, допустим, мой друг Вова, назовем его так, говорит, что я пожертвовал машину. Второй говорит, я пожертвовал там еще что-то. Вы понимаете, это люди, которые могут пожертвовать целую армию. У них миллиарды. Понимаете, миллиарды. Какие норвежцы, какие там американцы. Три украинца, вот, например, у меня, если бы я, скажем, Порошенко, могу я дать миллион долларов? Конечно, могу. Но если я японцев перечислил после землетрясения миллион, да, конечно, мог бы, но я же знаю, что украдут каждую копейку, поэтому я ничего не делаю. Все остальные мне говорят, пусть Порошенко продаст фабрики сначала, да, и мы тоже пожертвуем, но он этого не делает, потому что ему дофини. И поэтому, вот, надо понимать, что очень скептически относятся люди ко всякого рода гуманитарным, большим гуманитарным действием, а то, что там пишут, что там простые люди переслали бинты или они собирают там, на медикаменты и так далее, и так далее, это все замечательно. Но это, как ни странно, с моей точки зрения, просто агонию режима задерживает, понимаете? Вот это моя личная точка, просто, чтобы вы знали, с кем вы имеете дело. Например, я считаю, что, когда бабушки отдают последнее для того, чтобы там помочь несчастным людям на Дампасе, это замечательно, но они реально отдают последнее. В это время Порошенко и его друзья прекрасно себя чувствуют, у них фабрики работают в России, вы знаете об этом, да? У Порошенко здесь он выступает, как предводитель в Западную Европу, реформатор. Не, 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 это абсолютно неправильная точка зрения, да и Европа его не хочет. Батьковщина або территория Кожен сам обирає шлях Запикается кровью история Мову деревом входить звях Вже за все перед Богом прощені линуть ангели дембеля Засинайте спокійно хлопчики Це навічно ваша земля Дякую за перегляд!